Привет! В эфире программа «Точка.ру» – программа, где мы рассказываем вам о самых передовых технологиях в мире интернета, делимся успехами самарских инновационных проектов и следим за актуальными новостями и событиями в социальных сетях. И здорово, что вы с нами! Сегодня в программе «Был да сплыл» первый самарский снег. Ожившие страницы истории. Год 1918. Самарские ученые создают руку-манипулятор для космических роботов. Просто дети стали старше. Дом с игрушками на улице Буянова. Телефон или муж. Психологи бьют тревогу. Слоненок-спасатель, енот-воришка – все это и многое другое прямо сейчас. Первый снег в Самаре как стипендия. Хорошо, но мало. И хватило ровно на один день. Зато сколько шума! Такое ощущение, что фотографиями или видео первого снега в воскресенье не поделился только ленивый. И ведь всем хотелось показать, что именно их снег самый первый, первее всех остальных. Здесь и дети, и животные, и пейзажи, и целые картины. Снег вдохновляет, не правда ли? Смотрим и вспоминаем, как это было. Снег кружится, летает, летает и поземкою клубя. Заметает зима, заметает все, что было до тебя. В субботу Самара ровно на полдня перенеслась в прошлое. В год 1918. Фестиваль «Ожившие страницы истории» каждый раз удивляет своей реалистичностью и точностью моментов. Уголок старой Самары. Чинные дамы, шкодливые мальчишки-разносчики газет, усатые военные, карабейница и музыканты. Кажется, будто ты действительно оказался в прошлом. Зрители смогли оценить не только быт того времени, но и невероятную реконструкцию одного из сражений гражданской войны, участие в которой приняли военные исторические клубы России. Ваши фотографии с хэштегом и геолокацией музея Алабина получились весьма забавными. Где-то полное погружение в историю, а где-то на контрасте встретились две эпохи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так ли много, дорогие зрители, вы знаете о нашем городе? Все ли необычные места обошли? Во все ли заповедные уголки заглянули? Все ли странные дома увидели? На самом деле Самар таит в себе невероятное количество сюрпризов, порой неожиданных и забавных. К примеру, фотоблогер Вадим Кондратьев живет в Тольятти, но любит путешествовать по области и показывает что-то интересное всем своим подписчикам. Вот и на сей раз Вадим решил прогуляться в Самаре по улице Буянова и набрел на загадочный дом с игрушками. Как видно на фото, авторы этой инсталляции собрали все лучшее сразу. К сожалению, пишет Вадим, во дворе никого не было, чтобы спросить, кто же все это сделал. Читатели блога не поскупились на комментарии. Кто-то пишет, жутковато, если честно, словно в фильме ужасов. Есть те, и кому домик нравится. Жаль, что дом заброшен и его снесут вместе с игрушками. Ну а вы что скажете, друзья, нравится ли вам такое искусство? В любом случае, Вадим, вы всегда находите что-то интересное и неожиданное. Ставим вам за это заслуженный самарский лайк. Ученые Самарского университета работают над созданием руки-манипулятора для космических роботов. Рука будет покрыта искусственной кожей и оснащена датчиками. Это позволит ей повторять движения за человеком. Первый робот с такими руками полетит в космос в 2020 году, обещают ученые. Элементы контроля основаны на волоконно-оптических датчиках. Разработчики уже сделали образец руки-манипулятора и сейчас работают над кожей. Такая рука имеет пальцы и суставы. С помощью специальных сенсоров робот сможет определять форму и температуру предмета, рассчитывать усилия захвата и многое другое. При этом управлять его движениями в космосе будет человек, находящийся в космическом корабле. Психологи бьют тревогу. Их исследования показали, что женщины все больше времени проводят со смартфонами и уделяют меньше внимания мужчинам. В среднем молодая женщина тратит примерно 12 часов в неделю на отслеживание событий в лентах социальных сетей, размещение своих фото и проверку сообщений. Для некоторых опрошенных россиянок прожить неделю без смартфона оказалось сложнее, чем без партнера. Кроме того, выяснилось, что барышни, которые предпочитают проводить время с гаджетами, чаще, чем другие, испытывают гнев, панику и стресс. Все эти эмоции у них возникают в случае, когда они оказываются без смартфона, забывают дома, не ловят сеть или села батарея. Что же делать мужчинам в данной ситуации, психологи не сообщили. А я вот думаю, что сюрпризы, внимание, неравнодушие и честность – лучшее лекарство в борьбе с женской смартфонозависимостью. В сети появился ролик, на котором слоненок спешит на помощь своему дрессировщику, унесенному потоком бурной реки. Видео из природного парка слонов в Таиланде появилось на YouTube-канале Elephant News. Как оказалось, 42-летний канадец Дарик Томпсон, работающий с животными, всего лишь притворился, что тонет. Ну как так? Зачем? Он просто решил показать всем, что если относиться к животным с любовью, они всегда отплатят нам тем же, говорится в подписи под видео. Псих. А вот студенту Гаю Уильямсу стать знаменитым помог случай. Ну и енотик. Молодой человек заметил в университетском городке енота и решил снять его на видео. Судя по всему, енот вырос у какой-то знаменитости и ненавидит папарацци. Иначе как объяснить тот факт, что животное выхватило телефон из рук студента и пустилось в бега? Во время побега камера продолжала оставаться включенной, поэтому на видео слышно, как молодой человек вместе с девушкой пытаются остановить воришку. Понятно, что они его догнали, телефон отобрали. А быть может, енот мечтал стать известным видеоблогером и снимать видео о тайной жизни студентов. Война войной, а обед по расписанию. Это видео набрало уже более 20 миллионов просмотров. Секрет успеха прост – котики. Любительница кошек Ирина Синицына разместила в Фейсбуке видео с двумя своими питомцами, которые по очереди пьют молоко из одной миски. Заметьте, что усатые полосатые ведут себя довольно толерантно по отношению друг к другу, ни разу не вступили в конфликт и терпеливо пили молоко по очереди. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, Твиттер, Инстаграм, группа ВКонтакте, Фейсбук и канал на Ютьюбе. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Всем лайк. Пока. Самара-Ис. Первое самарское мобильное телевидение. Самара-Ис. Первое самарское мобильное телевидение.